День с толком Смотрите в этом выпуске. Пробки продолжаются. Ремонт путепровода на новом рынке переносят из-за ремонта старого моста. Москва одобрила одного единственного кандидата на пост ректора медуниверситета, и это не Игорь Салдан. Наш земляк прямо сейчас у подножия одной из самых высоких гор мира. Пика коммунизма в Таджикистане. Это лишь одна из вершин, которую ему предстоит покорить этой зимой. 340 упаковок с никотиносодержащими смесями было изъято во время рейда по магазинам Барнаула. Провели его сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков у МВД России по городу совместно с Роспотребнадзором. Пойти по магазинам им пришлось из-за того, что в основном покупают опасный товар с большим количеством никотина подростки. А предприниматели таким товаром охотно торгуют. При проверке торговых точек продавцы не предоставили сертификаты на эту продукцию. По итогу рейда было возбуждено административное производство за нарушение изготовителям и продавцам технических норм. Полицейские в очередной раз предостерегают всех, кто торгует табачными никотиновыми изделиями о недопустимости их продажи несовершеннолетним. Переходим к другой теме. Ремонтировать пусть и проводы в районе нового рынка могут начать позже, чем планировали ранее. И дело даже не в том, что на работу необходим миллиард рублей. Сдвинуть сроки ремонта, скорее всего, придется по другой причине, пояснили в Краевом министерстве транспорта. Мы не сможем приступить к этим мостам, пока у нас не будет отремонтирован старый мост коммунальный. Иначе тогда у нас вообще движение некуда будет перепускать. И у нас сейчас все движение будет заходить и выходить практически по Ленинскому проспекту и двигаться в сторону нового моста. Напомним, работы на путепроводе должны были начаться в 2021 году по федеральному проекту «Безопасные качественные дороги». На время ремонта придется закрыть проезд электротранспорта на проспекте Ленина. А это, по сути, единственная крупная артерия, соединяющая две части города. Пока делать это нецелесообразно. Город просто встанет в пробках. Ирина Шереметьева продолжает борьбу за пост ректора Алтайского государственного медицинского университета. В конце декабря прошлого года Министерством здравоохранения России была проведена аттестация кандидатов на должность. И Шереметьеву аттестовали, единственную из четырех кандидатов. Аттестацию не прошли бывший ректор АГМО Игорь Салдан, Александр Жариков, проректор вуза по научной работе и инновациям, а также Галина Бородина, заведующая кафедрой анатомии. Какие параметры этих людей не устроили, аттестационную комиссию в пресс-службе вуза нам не сообщили. Как, собственно, не знают и о том, будут ли еще претенденты на пост и когда состоятся сами выборы. Они, к слову, должны были состояться еще летом 2019 года. Все информации, как нам пояснили, владеет исключительно Минздрав России. Мы следим за развитием событий. Настоящий рождественский подарок получили жители села Малахова. В канун главного православного праздника здесь торжественно осветили храм во имя пророка Ильи. Его в кратчайшие сроки, меньше чем за год, возвела строительная компания «Союз». На открытии побывал Илья Кочетков. Впервые почти за сто лет над селом Малахова разносится колокольный звон. До революции здесь был храм, но в 30-е годы был разрушен. Возродить сельский церковный приход местные жители мечтали давно, но реальностью это стало лишь, когда с инициативой выступила строительная компания «Союз». Появление же, в принципе, храма здесь, оно как бы соответствует нашей психологии, я имею в виду психологию «Союза». Мы говорим не только о работе, мы говорим о социальном согласии. Православная церковь – это одна из таких основ духовности нашего общества. И поэтому решение такое было принято. Проект храма во имя пророка Ильи выполнен в старинном псковском стиле, простом и выразительном. Благодаря современным технологиям возвели его быстро, меньше чем за 8 месяцев. Место выбрано не случайно, рядом с Домом культуры. Его тоже недавно отремонтировали силами компании «Союз». Местные жители говорят, теперь их культурная жизнь станет по-настоящему полноценной. Мы тоже проводим определенные праздники и Рождество, я думаю, что и Пасха, и Масленица, у нас все это происходит. Я думаю, что это будет даже каким-то дополнением, что люди будут ходить не только на культурные мероприятия, но и посещать храм в эти дни. С этого дня храм открыт для прихожан, но дополнительные работы, например, по благоустройству продлятся еще около года. Местные жители заверили, что сами будут принимать в этом посильное участие. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. День с толком. В Барнаульском зоопарке «Лесная сказка» год начался с прибавления. Вьетнамская веслобрюхая свинья Люся родила 8 поросят. Пока барнаульцам не разрешают посмотреть на них вблизи, они еще совсем маленькие, всего 10 дней. Для нашего телеканала в зоопарке сделали исключение. Ну все, у меня тебе яблочки, а ты мне поросенка. Все, моя хорошая. Хорошая поросеночка, хорошая мамочка у нас. Свинья с характером и рычанием львицы. Как истинная мать, Люся защищает своих детей от любой опасности, даже если ее нет. Малышам всего 9 дней. Вьетнамская веслобрюхая свинка каждый год радует барнаульцев своим потомством. В этом Люська всех удивила. Родила 1 января, как бы продолжив год свиньи. У нее был друг, получается, с осенью мы их как посадили, как закончится летний сезон. И мы просто не ожидали, что у них любовь будет настолько интересной и значимой, что у нас будут поросята. Пока для поросят весь окружающий мир – это мама. Они очень активны, с хорошим аппетитом, но пока питаются только молоком матери. В зоопарке говорят, что Люся успевает уделять внимание каждому ребенку, а их 8. С открытием сезона поросята переедут на мини-ферму. Она находится на территории лесной сказки. А пока вместе с мамой, которая в декрете, они будут набираться сил, чтобы в мае встретиться с гостями зоопарка. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. Удачно год начался, и у барнаульца Геннадия Тарасова он выиграл в лотерее миллион рублей. Успеха он ждал 10 лет. Лотерейный билет в подарок на Новый год ему регулярно дарил отец. В начале января вся семья собралась у телевизора, чтобы узнать итоги очередного розыгрыша. Позже Геннадий признался, что узнав о победе, не сдержал эмоции. И вместе с мамой они громко закричали от радости. Мужчина стал один из 99 миллионеров новогоднего тиража. Барнаульский олимпинист Алексей Усатых готовится к уникальному восхождению на одной из высочайших вершин бывшего Советского Союза – пик коммунизма. Это восхождение – часть международного проекта «Зимний снежный барс». Его суть – взойти на все высочайшие пики СНГ зимой. Как отмечают участники проекта, зимнее восхождение – это невероятный риск. Экстремально низкая до минус 50 температура, сильный ветер делают такие походы смертельно опасными. Тем не менее, за несколько лет участники проекта, а туда входят спортсмены из России, Киргизии, Грузии, взошли на четыре вершины – пики Ленина, победы Корженевской, Хантенгри. Теперь перед ними последняя вершина – пик коммунизма в горах Таджикистана. Сейчас гора называется пик Исмаила Самани. Его высота почти 7,5 тысяч метров. Алексей Усатых, кстати, единственный представитель Алтайского края в команде из 13 человек. Сейчас альпинисты находятся у подножия горы и готовятся к штурму вершины. В случае удачи Алексей Усатых станет первым уроженцем Алтайского края, поставившим этот невероятный олимпийский рекорд.